А вот добрый восемь дня. Уже обещал вам видео про этот нож и исполняю свое обещание. Итак, говорим мы сейчас про нож мастера Кирилла Рогинского. Это достаточно известный в ножевых кругах человек, уважаемый. Я его уважаю, потому что это именно тот человек, который непосредственно познакомил меня с темой ножен. Именно он, один из основателей первого цеха в том числе, из тех мастеров, кто его открывал, дизайн ножей которого, собственно, есть в модельном ряде ножей первого цеха. И вот, собственно, так получилось, что я тогда забрел в дебри первого цеха познакомиться с остальными мастерами. С одним из них я был знаком, именно с Антоном. И как-то вот так получилось, что задержался там. Кирилл показал мне, как делать первые ножны из АБС-пластика. И потом закрутилось, со временем перешел на кайдекс, развил немножко навык. Подогнал оснастку под это дело в мастерской немножко. И вот так вот пошло-поехало. Теперь я немножко веду даже свою отдельную творческую деятельность. Именно кроме того, что делать с ножны в первом цеху, мне там позволено еще иногда реализовывать свои художественные проекты. Что очень приятно. И позволяет мне расти как мастеру, развиваться. Да и вообще поддерживает у меня страсть к этому хобби. Именно к ножнам из кайдекса. Итак, давайте поговорим об этом ноже. Это нож Кирилла Рогинского. Это его личный нож. Сталь К110. Нож совершенно небольшой. Как вы видите. То есть вот мы берем линейку. 20-сантиметровую. И как вы видите, нож в пределах 20-ти сантиметров. Длина режущей кромки данного ножа 10. То есть длинка по гарду 10. Гарда у ножа идет с таким утоншением. Кто знает, тот уже понял, что ножичек не должен быть холодным для повседневного ношения. И собственно это сделано для того, чтобы нож не был холодным. Уверенному хвату это ничуть не мешает. Палец не наминается. Ну и на самом деле нож не такой силовой, потому что он очень тонко сведен. То есть это больше такой филиничек. Ну не филиник, точнее, а кухонничек. Собственно, Кирилл себе его сделал именно для этих целей. У него все ножи в основном более брутальные. Более такие колющие, злобные. А вот этот вот он себе сделал именно в японском стиле. Именно под кухню. И вот, как вы видите, вот эта вот выпуклая брюшка великолепно работает для реза на неровной поверхности. Что, собственно, позволяет в походных условиях хоть что-то себе делать. Я сам люблю брюшки, поэтому именно я выбрал себе в свое время ножичек к медь от первого цеха. Из-за того, что он такой маленький, компактный, хороший вспомогательный нож лично для меня. И как вот шейничек, его постоянно с собой ношу летом, когда хожу в лес. Потому что маленькая режущая кромка. Конечно, с большей операцией ей в лесу выполнять сложно. А что-то так подрезать чуть-чуть. При том, что он у меня с вогнутыми спусками. Тонко сведен. Соответственно, весьма остренький. Поэтому для каких-то вспомогательных операций я предпочитаю именно этот ножик. В городе я его пробовал носить на постоянку. Скажу так, в принципе, его для всего хватает. Но лично для меня все-таки есть страсть к фолдерам. А фикс в городе, конечно, выбор для многих больше дизайнерский. Но об этом чуть позже поговорю. Потому что это отдельная большая тема. Скелетники. И, скажем так, я тоже в ней. Моё знакомство со скелетниками практически началось с первого цеха. Потому что до этого у меня была изула. И я ее абсолютно ненавидел. Лично для меня этот нож оказался промахом. А вот по ножам первого цеха в душу запал именно к медь. Сделал ему такую обмоточку. Потом его чуть-чуть переделаю. Ну, об этом в другом видео, пожалуй, будет. А сейчас вернемся к этому ножу. Это замечательный нож Кирилла Рогинского. Личный нож К-110. Он у него уже достаточно давно. Мы видим следы эксплуатации на ноже. И есть несколько марок от предыдущих ножен. Которые были из АБС-пластика. И, соответственно, песчинки, которые на берегу попадали в ножны, оставили свои следы. Вот. Здесь мы это видим. Соответственно, почему этот кухонник меня заинтересовал. Почему изначально я захотел одеть этот кухонник, именно увидев его у Кирилла. Это то, что, во-первых, необычная геометрия. Это был вызов для меня. Одеть его так, чтобы он не царапался, при этом не болтался. И, соответственно, был эстетичен и компактен. То есть, оставались компактными. А второе, это то, что меня привлекла рукоять. До этого не встречал такую обработку паракорда. Здесь очень хитрое. Здесь обмотка паракорда. Сочетается с пропиткой неким составом. Достаточно жидким, который потом твердеет и становится каменным. Да, обмотка этой рукояти гидрофобная. То есть, она не мокнет. Она не пахнет. Хотя этим ножом именно готовилась рыба, насколько мне известно. Когда Кирилл был в отпуске в последнем на островах в Белом море. Там какой-то лагерь, что-то такого плана было. Он говорит, что он готовил, именно там разделывал рыбу. Делал салатики по кухне. Давал этот нож в том числе и остальным участникам группы. И вот поэтому есть следы немного легкого петенга. Потому что никто не протирал его после кухни, после готовки. Кирилл-то сам за ножами следит хорошо. Так что вот такой вот ножичек с интересной геометрией в японском стиле. У Кирилла в планах запуск целой серии ножей. То есть, мы с ним поговорили. И в итоге он говорит, что собирается сделать творческую серию ножей. Потому что душа требует новых форм. Того, что не вписывается в те компании, где он работает. В дизайн тех компаний. И что вот он хочет выпустить какие-то свои авторские ножи. Поискать новые формы. Может быть, что-то осядет именно потом. Какие-то решения в дизайне именно от фирм. Уже в дальнейшем. Ну вот, как говорится, начнет выпуск таких ножей. А я, пожалуй, наверное, буду делать на них ножины. Так что в скором времени вы сможете не только посмотреть на этот нож. В инстаграме и где-то. А даже, в принципе, приобрести нож с похожей геометрией. Вряд ли он будет делать именно такой же. Но что-то вот такое вот, может быть, сделает на продажу. Этот нож, в принципе, можно, наверное, будет посмотреть на выставке клинок в Москве. Грядущий. Кирилл там тоже будет. В принципе, если что, можно договориться. Пишите в комментариях к видео. Просите что-то там. Может быть, оставим этот нож у меня пока. И вы его сможете у меня посмотреть из рук на клинке. Вот. А так вот, собственно, будет такая серия. И будет она нести название Full Metal Japan. Цельнометаллические японцы. Очень, скажем так, идет по стилю этой стереи. Очень брутальный ножичек на самом деле. Ну, честно скажу, я обычно так на такие ножи не западаю. А вот этот вот за счет обмотанной рукояти очень даже неплохо сидит в руке. Очень ухватистая рукоять получилась. И чтобы вы понимали, насколько это действительно твердая штука. Она практически твердая, как микарта. Потому что я полагаю, что состав это эпоксидка с чем-то. Чтобы она была достаточно жидкой, чтобы пропиктать все волокна паракорда. То есть вы слышите, как плотно он садится. И что, в принципе, практически не истирается по месту контакта. То здесь достаточно жестко все. Это эпоксидка. Это уровень G10 по прочности. Точнее, микарты. Очень интересная такая реализация рукояти. Лично мне она понравилась. Джемпинг под большой палец. Классно. В общем, вот такой вот интересный ножичек. Думаю, я в дальнейшем тоже, наверное, себе что-нибудь такое у Кирилла закажу. Только из какой-нибудь, наверное, памятной стали. В принципе, Кирилл говорил, что в дальнейшем будут доступны дорогие стали. Для таких ножей. Вот. В целом пока так. Кстати, анонсирую, у Кирилла скоро появится свой инстаграм. Где будут именно его дизайнерские ножи. Какие-то соло проекты. И все такое. Где можно будет следить за этим всем. Ссылочку, конечно, на эту инстаграм я дам снизу в описании к этому видео. И, в принципе, пора уже поговорить о ножнах. А то наговорили в 9,5 минут, даже больше. Итак, ножны Кирилл просил меня сделать на этот нож компактные, маленькие, простые, без лишних, соответственно, деталей под ношением на паракорде. Кирилл очень уважает именно приматывание всего паракордом, потому что это просто универсально и, видимо, для его нужд это то, что годится. Сделал я такую оплеточку паракордом на свой вкус и лад. Если Кириллу не понравится, он ее переделает. Здесь, в принципе, идет под вертикальное ношение под ремнем. То есть нож засовывается под ремень. Здесь пропускается ремень на поясе. Это вот так вот висит. Либо же для горизонтального ношения. Слева, права, сзади, как угодно. Либо же ношение под углом. Когда рукоять ножа вниз направлена. Я потом как-нибудь отдельным видео покрою этот способ ношения. Где это носится, зачем и как. И для размещения на оборудовании. То есть на рюкзаке, разгрузке, все такого на лямках. Тоже здесь все предусмотрено. Потом отдельное видео сделаю как-нибудь по именно такой обмоточке. Как это все можно применять, реализовывать. Также эти ножны встают на TechLock без проблем. Размеры соблюдены. И соответственно под мою фирменную любимую фишку крепления. О ней чуть позже будет в отдельном видео. Когда я решусь все-таки рассказать всем о нем. Пока только клиенты знают об этом. Потому что стараюсь оставить эту фишку пока себе. Так что вот такое вот. Видео получилось достаточно длинное. Пожалуй это одно из самых длинных видео на моем канале про нож. Итак, подведем итоги. Ножники получились хорошо. Они компактные. Нож у них не болтается. Есть вентиляционный канал для слива воды. И для того, чтобы выпадал мусор к любой, который попадал в ножны. Чтобы их можно было вытрясти и промыть в любых похудных условиях. Нож маленький. Компактный кухонный скелетник такой получился. Я бы не сказал, что он тактический. Я бы сказал, что он очень антуражный. Очень душевный нож. Мне вот очень нравится, как играет перелив грани по свету. К сожалению на камеру это не так хорошо видно. Потому что здесь везде сатин. Здесь сатин идет под другим углом. Здесь идет утоньшение. Потом к шире. То есть здесь вот часть шире. И соответственно вот этот тоненький фальш идет. Очень интересное сведение по именно граням. Потому что отцвет в нем очень интересно играет. Действительно красиво получилось. И сочетание вот этих вот линий на глаз очень интересно. Также вот переход резкий с небольшим бугорочком. Тоже забавно. Интересный нож. Ну это мое личное впечатление, что этот нож действительно мне понравился. Именно поэтому я его взял в работу. И захотел сделать на него ножны. Так что вот так. Смотрите, следите за развитием именно этого проекта Кирилла. В его инстаграме. И в возможно моих дальнейших видео. Если он выберет меня дальнейшим. Как мастера, который будет делать ножны для этих ножей. И соответственно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если оно вам понравилось. Вот. И вы желаете моему каналу и хобби развития. Спасибо за просмотр. И до свидания. Спасибо.